Всем доброе утро! Меня часто упрекают, когда я снимаю что-то кроме таркати, чтобы я не занимался фигня, а делал что-то полезное. Но люди мы все разные, я человек тоже многосторонний, многогранный. Поэтому время от времени я снимаю то, что действительно мне интересно. И в этот раз я буду выпекать хлеб. Вот такая книга рецептов. Хлебопечка Panasonic SDZB2512. И выпекать я буду сегодня молочный хлеб. Одно время я достаточно много пек хлеба, но когда понял, что он мне пошел на пользу, я перестал его печь, потому что получалось, что кроме меня его никто не ест. Вот он рецепт этого хлеба. Так, рецепт вообще простой. Пшеничная мука. Здесь, значит, размер булки М, Л, Х, Л. Я буду выпекать Х, Л. Наши 100 грамм муки, 2 чайные ложки соли, 2 столовые ложки сахара, сливочное масло, 2 столовые ложки молока, 410 миллилитров и дрожжи 2 чайные ложки. Здесь, значит, тоже есть два режима выпекания. То есть, если вы хотите испечь этот хлеб за, я сейчас не помню, по-моему, 2 часа, то нужно положить 3 чайные ложки дрожжей. Если в обычном режиме 4 часа, то 2. мука, аллейка. Я форму для выпекания поставил прямо на весы, сейчас обнуляю и прямо в нее буду просеивать муку. То есть, мне нужен 600 грамм. Очень удобная кружка такая. Силка. Внутри лопасти такие. Как раньше сито использовали. Все. Мука готова. Дальше я буду уже заливать молоко, 410 миллилитров молока. Вот такая вот мерная кружечка. Это с хлебопечкой кружка. И в этом же молоке я сразу растворю сахар и соль. Кружечка всего 300 миллилитров. С молоком тоже я особо не заморачиваюсь. Какое есть такое, в принципе, и завиваю. И молоко я подогреваю в микроволновке. Две чайные ложки соли и две столовые ложки сахара. Также я буду использовать такую вот мерную ложечку. Она также вместе с хлебопечкой шла. То есть, с этой стороны чайная ложка, с этой стороны, соответственно, столовая ложка. Но очень удобно. Сахар я почему растворяю сразу в какой-то жидкости. Или вода, или в данном случае молоко. Во-первых, кристаллы не могут корябить стенки формы. Во-вторых, все-таки лучше раствориться. Две чайные ложки соли. Только и пекать, короче. И мне не стыдно. За один раз возможно не раствориться. Так, сразу заливаю сюда же форму. И мне еще нужно будет долить. 110 миллилитров молока. Подогреваю также. Оставшиеся молока. Все. Дальше идет сливочное масло. Две столовые ложки. Это 30 миллилитров. 30 грамм. О, 47. 35. Пускай. Масло я тоже растоплю. Масло я растоплю. Масло все растопил. Весы мне больше не нужны. И масло также заливаю в форму. И все. Теперь это можно уже устанавливать в саму хлебопечку. Закрываю крышку. И очередь до дрожжей. Использую вот такие вот дрожжи. То есть в принципе проблем с ними не было. 100 грамм сразу покупаю. Ну их хватает надолго. Ну выпекать я буду в стандартном режиме. То есть насыпаю две чайные ложки дрожжей. Одна. Вторая. Закрываем. Вот меню. Вот смотрите. Первая программа. Четыре часа. Третья программа. Часть пятьдесят пять. Но я буду выпекать на первой. На стандартной программе. Торопиться некуда. Сейчас. Программ очень много. Двадцать четыре по-моему. Да. Двадцать пять. Двадцать шесть. Двадцать шесть. Ага. Отсвечивает фонарь. Вот так. И. Выбираю. Цвет корочки. Темная. Пусть будет по зажавести. Нажимаю старт. И все. То есть сейчас. Идет. Выставивание. Вот. Черная метка. Потом она переместится. Когда начнется замес. Подъем. Выпечка. И. Конец. Ну. И. В принципе. Можно пока запись. Приостановить. Так. Печка мешать начал. Ух. Гоши. 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 так все выпекание подходит концу одна минута осталось все звуковой сигнал стоп и вот такая красивая буханка ума горячая завесить и 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 Продолжение следует...